Музыка Школа СОРТ Академика Беспаловой Это СОРТ символизирует научную школу Академика Лукьяенка Это поклонение этому человеку, нашему учителю Которому в этом году исполнилось 121 год И сорт Школа, хочу обратить внимание, очень интересен По засуху устойчивости, по жаростойкости, отличная морозостойкость В прошлом году в Курской области была сумасшедшая ледяная корка притертая 15 сантиметров была, льда целый месяц лежала Очень сильно пострадали посевы многих сортов Вот Школа одна из лучших себя показала по устойчивости притертой ледяной корки Это крупнозерный сорт, очень высококачественный Который еще можно сеять по кукурузе Сегодня вы его увидите на полях Я думаю, этот сорт будет занимать очень большие площади И кто первый из его получит, тот, кажется, будет получать максимальную отдачу на своих полях Максимальную урожайность Вот перед вами посевы как раз сорта Школа Причем обратите внимание, Виктор Викторович хотел показать здесь Насколько он адаптивный, как хорошо кустится Угадайте, какая здесь норма высева Угадайте Здесь 20 килограмм на гектар Вот здесь И посмотрите, какая густота, как хорошо раскустилась Поэтому если посеять истоки на килограмм на гектар Будет такая масса стоять, такое укущение Так что замечательный очень сорт, засухоустойчивый Морозостойкий Вот норма высева здесь 20 килограмм на гектар Какая масса, какое укущение Масса тысячи будет больше 50 граммов здесь Это сильная пшеница, высокая засухоустойчивость, высокая морозостойкость Допускается по возделыванию на кукурузе И что главное, он везде уже прошел испытания Реанименно сразу по четырем регионам И нашу по Северо-Кавказскому, по Нижневолжскому, Средневолжскому И Центрально-Черноземному Везде себя очень хорошо показало Везде очень большие прибавки И в прошлом году была в Центральном Черноземье сумасшедшая ледяная притертая корка 15 сантиметров, целый месяц лед лежал на полях Огромное количество было пересева и гибели озимой пшеницы Вот сорт-школ себя замечательно показал Один из неногих, кто остался И сформировал высокий урожай Поэтому высокая его адаптивность Высокая жаростойкость Солистойкость Его качество В общем, я надеюсь, что этот сорт будет огромный по счастью занимать И поэтому, кто первый его получит Тот, как говорится, сможет получить максимально сливки и снять Я знаю, что у Виктора Викторовича элита уже будет в этом году Поэтому к нему записывайтесь Просите, чтобы он вам выделил Хотя бы, как говорится, по чуть-чуть Ну, потому что сорт действительно замечательный Нас в честь школы Академика Лукьяненко На этой делянке Собраны препараты Из них один совершенно новый Но начнем с протравливания Здесь все почти по классике Кинто Дуо был, но здесь уже был Кинто Плюс Что мы решили, какие проблемы Защита от корневых гнилей Головневые заболевания Мы не тормозили пшеницу никакими ретардантными эффектами То есть задача поставлена получить нормальные, хорошие, дружные, сильные всходы Мы с ней справляемся И на первом этапе защитить пшеницу Но, естественно, и колос от головневых защитить Это мы справляемся нормально Всегда это работает Следующий момент Фаза выхода в трубку Важная фаза, очень важная фаза В этот момент уже начинают формироваться генеративные органы То есть колос конкретно на пшенице И для нас, по сути дела, важны вот эти листья, которые есть на тот момент Которые будут вот третьим, четвертым листом на пшенице Которые тоже работают на урожай В данном случае мы решали нашим продуктом Rex Plus С правой стороны идет массив нового сорта Монне Да, это у нас такой известный французский художник Который любил играть со светотенью Понимаете? И вот этот сорт очень засухоустойчивый У него листочек сворачивается в трубочку Когда жара, экономит воду И получается, чтобы не меньше было перегрева Меньше расход воды И при этом свет проникает внутрь массива И практически все листья работают сверху донизу Он весь зеленый до самой земли Поэтому он не перегревается, засухоустойчив И все листья вкладывают в урожай Он хорошо очень кустится Это сильная пшеница, качественная Очень хорошая засухоустойчивостью Хорошим иммунитетом к болезням И вот получается, он называется Монне Последние данные показали, что он по урожайности Очень хорошо себя показывает именно в засушливые годы Поэтому для высокого агрофона В Северо-Кавказском регионе Он уже районирован Вы можете его сеять и пробовать Это сорт Победа 75 Все новинки, конечно, приходится сеять очень редко Чтобы максимально получить коэффициент размножения Но этот сорт действительно очень хорошо кустится Посмотрите, какой у него сизый, такой жесткий Плотный колос, хорошая устойчивость к полигане У Соломины Отличный иммунитет к листовым болезням Хорошая морозостойкость, хорошее качество Это сорт Победа 75 Это наш академик Беспалова, который автор и Тани, и Громость И Тимирязевки, и Алексеевича, и Ахмата Вот в честь Победы над фашистской Германией С 75-летним назвал этот сорт Сорт получился с замечательным иммунитетом С замечательной урожайностью, качеством зерна Единственное, мы не рекомендуем сеять его по кукурузным зерном Из-за фузариоза По всем остальным предшественникам можно сеять На высоком агрофоне У него очень хорошая морозостойкость Поэтому он сейчас еще пока не районирован Но испытывается повсеместно, по всей России И уже мы знаем, что очень хороший результат И в центральном Черноземье, и в Нижнем Поболжье Поэтому этот сорт, мы надеемся, также займет большие площадя И будет давать очень высокое качество, высокие урожаи Видите, он замечательно кустится У него отличный иммунитет к листовым болезням Он к септориозу устойчив И к желтой ржавче неустойчив И к бурой ржавче неустойчив Поэтому пока что будете его сделать Вы можете немножко химиков, как говорится, оставить без денег Пока они тратятся на большие затраты на фунгицидов Но у каждого сорта есть свой период жизни Каждый сорт в последнее время живет 5-6-7 лет Потом появляются новые расы болезней Поэтому старайтесь получать новейшие сорта как можно быстрее Поэтому кто первый получает сорт Тут максимально получает из него, извлекает из него выгоду Через 3-4-5-6-7 лет Этот же сорт уже будет немножко меньше давать урожая И будет больше требовать ухода В данном случае это новинка Победа 75 Вы впервые здесь, наверное, видите его на полях Но это действительно очень красивый, очень урожайный сорт будущего Уважаемые друзья, перед вами сорт Гром Который, как говорится, тоже не требует рекламы Он уже тоже занимает, скажем, не только в Северокавказском регионе Сейчас в тройке лидеров Но он уже второе место в Российской Федерации По площадям возделывания Вон сейчас уже расширена его зона райнирования На Средневолжский регион В Самарской области официально он теперь разрешен для возделывания Давно сеется в Центрально-Черноземном регионе И уже энтузиасты, даже не глядя на райнирование Завозят это будет на Алтае, в Новосибирске Везде отличные результаты Уже не только в Калмыкии, но и в Казахстане Его сеют и получают отличные результаты Значит, сорт Гром чем хорош? То, что он очень экономный Он не тратит ресурсы среды на красоту Он все перегоняет в зерно У него, видите, вроде такой невысокий тип растения Узенький листочек, очень много колось Причем главное, что колось у него в разных хирусах И даже маленькие колоски внизу У основания почвы, даже самые маленькие С маленьким количеством колосков Они будут давать полноценное натурное красное крупное зерно И поэтому вот этот сорт вроде при своей визуальной небогатости Очень на самом деле богатый по урожайности И очень отзывчивый по количеству удобрений Вот вчера сюда приезжали представители из Курской области И рассказывали, что они там уже 6 центнеров селитра дают ему в подкормку весной И говорят, он не ложится И все больше дает урожай И все больше качества Я говорю, ну что вы делаете? 6 центнеров уже страшно Это огромное количество Засыпаете во ремонт Ну что ж лучше и лучше Поэтому мы его очень любим Поэтому больше будем его сеять Поэтому есть недостатки, как у любого сорта Они проявляются с возрастом Как говорится, уже заслуженный сорт Он стал повражаться септориозом и бура рожавчина Обязательно нам нужно контролировать эти болезни Поэтому если вы даете хорошую химическую защиту от болезней Хорошо питаете его, кормите Его нельзя сеять слишком глубоко Тоже как любые полукарликовые сорта Да вообще сорта не любят, чтобы вы закапывали их на штык лопаты Поэтому 3-4 сантиметра максимум И тогда будет очень хороший узел кущения Лучше будет перезимовывать, если вы посеете Чем на 5-6-7 сантиметров Там они тоже взойдут Но растения будут такие ослабленные Что будет плохо куститься И неизвестно, когда будет куститься И плохо будет зимовать Поэтому старайтесь все-таки выдерживать глубину заделки Этот сорт выдерживает повыше нормы высева Но тоже нет необходимости в этом Посмотрите, 100 килограмм на гектар посеяли И какой густой стебель стой Нет необходимости сеять 200 килограмм, 300 килограмм на гектар Это если вы уже сеете в ноябре, в декабре Как говорится, ловите белых мук Там уже надо думать о том, чтобы чуть повыше нормы высева Но здесь вот 100 килограмм на гектар Посмотрите, какое укущение И замечательный уже стоит циноз Позволит получить хороший урожай Сорт засухустойчивый, высоконатурный Дура может достигать 850 грамм на литр Очень красивое, темно-красное И зерно, если будете хорошо комментировать подкропку И сильная пшеница будет Поэтому сорт проверенный Сорт любимый многими И в этом хозяйстве один из любимых Поэтому долго он возделывается И будем надеяться, что еще долго будет возделываться У него хорошая морозостойкость Но главное, что он устойчив к септориозу У устойчив к буре, к желтой ржавчине И для толерантных пузовезухолоса Можно возделать его покушенное зерно Но он средний и поздний Поэтому группу средний и поздних сортов Не нужно сильно увлекаться Потому что у них самый высокий потенциал Но для этого потенциала нужны погодные условия Ему нужно время для налива, влага для налива И поэтому у него отличные результаты Он районирован не только в нашем регионе Но и в центрально-черноземном регионе И вот сейчас сюда приезжают представители Орловской, Белгородской областей В Орловской области уже 80% костнадарские сорта сеются В Курской области 60% костнадарские сорта сеются И вот именно здесь может быть сделано семеноводство Для тех регионов И вот как раз на Федор большие заказы Получаются из Курска, с Белгорода, Орла Там у него замечательно, он 100 центров там дает Понимаете? У него там отличное качество Он там будет еще ниже по высоте Потому что там выше длина дня, больше И в тех широтах наша пшеница проседает сантиметров на 20-30 по высоте Поэтому она становится более коренастая, более мощная Крупнее колос, крупное зерно, длительный налив Поэтому это сорт в честь Федора Алексеевича Коресникова Который, к сожалению, ушел из жизни Но это автор Юки Это автор Купавы Это автор Антонины Вот все помните крупноколосые сорта Этот человек был такой, любил крупноколосые сорта Была такая концепция академика Лукьяненко Что сорт должен иметь колос 2 грамма И тогда 500 стеблей, 2 грамма И вот у вас 130 гектара Ну, такая концепция имеет место Но мы работаем в разных направлениях У нас есть и кустящиеся сорта И есть крупноколосые сорта И у них есть особенности в агротехнике Вот кустящиеся сорта, как школа, как гром Для них очень важно, чтобы они сильнее раскустились Поэтому им нужно азот максимально давать В первую азотную подкормку при выходе из зимы 2-3 азота И потом во вторую азотную подкормку Когда вот при выходе в трубку Одну треть азота, чтобы эти колосы не подбрасывались И потом колос сформался более крупный И качество было А вот для этих крупноколосых сортов Нужно наоборот Весной при выходе из зимы Треть азота дается, чтобы они немножко проснулись из зимы Но не перекусились при этом А уже когда идет выход в трубку Формируется размер колоса Надо 2-3 давать азота, чтобы колос Задлится огромного размера И вот даже соблюдение вот этих правил Нехитрых, химических Вам позволяет дополнительно получать 5-6 сантиметров, 11 гектара Что на тех сортах, что на этих Ну, еще раз повторяю Крупноколосые сорта Позднеспелые сорта Вот такие, как Федор Это средние и поздние сорта У них максимальный потенциал Но при этом нужны погодные подтверждения Должна быть погода, должна быть влага Должна быть отсутствие жары суховеев Поэтому эти сорта У вас должны сесться в небольшом количестве И можно семеноводством заниматься Для центральной полосы Которые все больше и больше Приезжают за семенами Ежегодно спрос растет на наши сорта На наши семена, на наши селекции Поэтому все здесь присутствующие Могут заниматься семеноводством И торговать, как говорится Семенами и яровых, и озимых культурах Это сейчас совершенно законно И прибыльно, и рентабельно И это сорт крупнозерный Это один из сухоустойчивых сортов Очень урожайных сортов Его можно сеять по подсолнечнику Его можно сеять, как говорится На высоком агрофоне, по гороху Он не дает высокий урожай Но из-за своей крупноколосности Долгого цветения получается Он больше повреждается фузырезом По кукурузе его сеять нельзя Поэтому для кукуруза у нас другие сорта Я про которые рассказывал Но вот по подсолнечнику, по гороху Один из самых урожайных сортов И в прошлом году здесь на этих полях Он дал максимальный урожай Но опять же нужно помнить Этот сорт повреждается в некоторой степени септориозом Септориоз здесь нужно контролировать И защищать от этой болезни Поэтому не сеять по кукурузе Защищать от септориоза И у вас будет отличный урожай Хорошего качества зерна Очень засухоустойчивый сорт Поэтому обратите внимание Крупный, красивый и очень урожайный Сегодня у нас 8 июня Состоялся очередной день поля Мы рады были презентовать Большое количество новейших сортов Кубанской селекции Национального центра зерна Имени Павла Патерьмоновича Лукьяненко Такие сорта новейшие, как Победа 75 Заканчивают госрегистрацию Госсортоиспытание Надеемся, что будут подтверждены ее Высокие положительные характеристики Производственные И она получит путевку в жизнь Из тех сортов, которые сегодня у нас уже есть В больших посевах И мы будем рады предложить нашим покупателям Это сорт школа Сорт мане Сорта среднеранние, среднеспелые Очень высокоурожайные Экономно расходующие влагу Сильные по качеству Зимостойкие И очень продуктивные Большая линейка сортов В нашем хозяйстве От скороспелых, среднеранних До среднепоздних Позволяет любому хозяйству Выстраивать тот зерновой конвер И в период Выстраивать период Планирования уборки Как им удобно С максимальной полезной Временной нагрузкой Использования комбайнов Приезжайте в наше хозяйство Приобретайте самые новейшие Продуктивные Сорта озимой пшеницы Кроме этого У нас есть В ассортименте еще Сорта озимой твердой пшеницы Это значит у нас Сеньора Очень зимостойкая На удивление Озимая пшеница Которая прошла регистрацию Пятого, шестого регионов И уже зарекомендовавшая Себя сорт крупинка Озимая твердая пшеница Имеет несколько иную Более высокую ретабельность Чем мягкая пшеница Ну и свои известные Технологические аспекты То есть и в выращивании И в уборке Но зная их Применяя их Мы можем быть уверены В высокой ретабельности И высокой Экономической Плановой составляющей Этих сортов А Белла? Белла она сейчас Находится еще На госсортных испытания Надеемся что они Очень благополучно Закончатся Для этого сорта И она имеет большую перспективу Для После окончания Госрегистрации Для занятия Больших площадей В производстве Сорт очень высокоурожайный Пластичный И что самое немаловажное Очень зимостойкий Плюсом по всем Своим технологическим параметрам Он полностью соответствует Всем нынешним Нормам и требованиям В товарных посевах В нашей зоне Дает самый высокий урожай Это среднеранние сорта И среднеспелые Те же самые Как Школа Мане Гром Можно отметить Иланчик Очень высокорожайный Сорт Бумба Из поздних Хотел бы выделить Сорт Тимирязевка 150 Она из среднепоздних Из-за своей пластичности Она даже в жару В засуху Она не проваливается Дает очень высокий урожай Ну а из перспективных Среднепоздних У нас в нашем хозяйстве Пока неплохо Очень выглядят Сорт Шарм И сорт Федор Ну будем надеяться Что погода для них Сложится тоже благополучно А зимные Твердые сорта пшеницы Будут пока достойно Будем надеяться На благоприятный исход И на очень хорошие показатели Уборочную страду С данным хозяйством Сотрудничаем уже не один год Каждый раз Видим новинки В демопосевах Приобретаем семена Высших репродукций Прекрасного качества Как бы за годы сотрудничества Не возникало вопросов Не по качеству посевного материала Не по документальной базе По прошлом году Какие сорта брали? Какие лучшие урожайность показали? В прошлом году У нас были Возделываны Темирязевка 150 Алексеевич и Еланчик Которые были приобретены В этом хозяйстве Урожай получили достойный Хорошего качества В данный момент Выращивается На наших полях Сорт Гомер Сорт Еланчик Сорт Бумба Виды на урожай Пока есть Дальше будет видно По погоде Как она Сработает на налив Из новых сортов Сегодня что-нибудь понравилось? Из новых сортов Понравилось Будем вести переговоры Будем приобретать Обязательно К себе в хозяйство Хозяйство у Восхода Виктора Викторовича Мы знаем достаточно давно Сотрудничаем Нравится нам Краснодарская селекция У нас она тоже В принципе Себя неплохо показывает В частности Мы возделываем Гром Сорт Дает нам Хорошее урожай Свыше 7 тонн С гектара получаем Ну и приезжаем в гости Нам тут все очень нравится Присматриваем новые сорта Что-то будем пробовать еще Сейчас у вас что-то красивое? Гром, да? Сейчас, да, гром И сегодня из новых сортов? Из новых сортов Ну, Федор нам приглянулся Школа нам приглянулась Школа многие отлично? Да, мы будем смотреть Ну, почитаем побольше Про эти сорта Будем консультироваться С Виктором Викторовичем И что-то еще себе подберем На пробу Проезжаем сюда каждый год В течение уже 7 лет Берем семена Всегда довольны Самое лучшее И всем рекомендуем Какие сорта у вас сейчас? Сейчас у меня в посевах Алексеевич, Тимирязевка, Ахмат Еланчик И стиль 18 И классика Все у Виктора Викторовича? Все у Виктора, только у Виктора Викторовича По качеству семена? Семена в самое лучшее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!